добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики прошло 18 часов после начала заряда с утра были люди и не смог выбрать времени подойти к этим нашим подопытным кроликам ну как видим заряд окончен зарядники перешли в буферный режим и давайте посмотрим так вот это в этой 22 и 6 отдана 18 часов 18 половиной часов на заряде так здесь у нас 23 7 принято на грудь ампера здесь 18 4 часа и 19 7 отданы ампер часов и последний у нас отдано 27 и 2 что-то время не захотел написать так ну что план действий как мы видим батарейки практически ничего не взяли 20 ампер среднем 20 с лишним ампер это для 200 амперных батареи это практически капля в море 22 и 6 поэтому план действий будет такой сейчас сделаем давайте замера появился ли какой-то результат или нет и будем решать что делать дальше так ну давайте вот с крайнего начнем подключаемся и смотрим отжимем и ставим 700 ампер кстати если вы обратили внимание стояла 200 ампер пусковой ток только что приехали за восстановленной мерседесовской батареи и батарея спустя две недели примерно две недели показала отличный результат то есть саморазряда нет и параметры на уровне так но у нас появилось 2 12 процентов суху 98 процентов заряда 250 ампер пусковой ток и сопротивление 9 18 13 48 вольт естественно от стоя не давал сейчас батареи уйдут вот стой на пару часов и и мы продолжим заряжать с такими же параметрами с такими же показателями а джим полского типа 700 здесь немножко получше уже 29 процентов не 382 ампера сопротивление 6 так здесь получше так третье батарейки у нас 3 батарейки у нас салона обжимаем 700 25 355 13 51 647 вот эта батарейка сама больше отстает так теперь нам нужно добраться до нашего рубероид нашего рубероида все наш рубероид покажет у нее были сам самые лучшие показатели батарея условно рабочая но просаженная ну-ка сейчас давайте посмотрим также также 700 ну вот показывает 650 ампер 86 процентов заряда 352 миллиона нс 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 будет такой высокий потому что батарейку только сняли с зарядного устройства так но план действий я уже вам сказал два часа сейчас батареи будут отстаиваться затем опять заряд предзаряд 14 и один и в конце предзаряда снимем опять показатели после отстоя я показатели сниму но наверное снимать не буду на видео чтобы не удлинять наш видеороман ну что давайте до следующего включения вот батареи остались три с лишним часа часика и нс на 1 12 9 а почти 4 часа 13 13 13 13 удалил немножко воды в три банки снял на зонт состояние банок внутри ролик прикреплю и включаем дальше на заряд на предзаряд так ну опять мы видим что заряд у нас не идет не идет не хочет не хочет батарея заряжаться тут же заряд окончен ЭДС выровнена ну что ж будем поднимать напряжение 14 8 оп оп так две батарейки начали принимать заряд 2 батарейки заряд 2 батарейки понимать не хотят так отстой отстой не помог отстой не помог достаточной вот ребята попробуем залезть внутри батарейки с помощью эндоскопа вот первые баночки видим что все жирненько пластинки и видно выработку серый вот этот налет это активная масса отбитая в этой баночке сухо вот в эту баночку я долью водички еще видно что пластинки еще не пропитаны и видно выработку в этой все нормально баночки все банки не стал во всех батареях снимать вот двух банках снял видно тоже баночка остальные не стал снимать ну всего я долью в 3 баночки из 4 батареи здесь тоже все нормально вот сейчас в одной из банок обратите внимание идет кипение заряд уже окончен на кипение продолжается можно это маночка с ней какие-то неполадки да вот здесь вот небольшое кипение второй аккумулятор здесь все нормально здесь немножко немножко больше воды но ничего страшного ничего страшного здесь тоже все нормально здесь вот здесь вот тоже идет бурнение обратите внимание пузырьки выходят пузырьки газов не активно но потихоньку выход есть и между пластин какие-то разрывы между сепараторов здесь тоже все жирненько не во всех банках наблюдается кипение и ну здесь вот тоже явно видно кипение и видно что сепараторе уже имеет грязную ну что друзья я надеюсь землю есть не надо убеждая кого-то что батарея абсолютно не принимает заряд ни один из аккумуляторов не берет заряд окончен выпил закончил с ними работу идут маленькие дозарядики 14 7 14 8 и он дано 184 так здесь сколько давайте дождемся батарея батарея так 115 он дано вот дано 146 и около двух часов длился заряд ну на вымпел очень быстро решил что не стоит с этими работ батарея 231 ампер а время заряда 5 часов ох мама дорогая как быстро время летит я почему-то думал два часа прошло нет оказался пять часов день заканчивается так а здесь три часа три часа ушло да 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 322 запутался во временных рамках здесь пять там три и видимо какие-то батареи отключал вот вымпел какие-то не отключал поэтому время время было неправильно посчитано так ну что ж будем делать вот изготовил вот такие перемычки сейчас эти перемычки будут установлены батареи батарея из четырех аккумуляторов емкостью 200 ампер час будет запараллелено и чуть позже я включу камеру и мы посмотрим дальнейшие дальнейшие наши телодвижения и цифровые стопы перемычки установлены так вот так как правильно видно стоят показатели я снял показатели это наш аккумулятор Вот и будем считать первая батарея из селинга, вот и будет у нас вторая батарея из селинга, и самый грустный показатель, вот смотрите, батарея, самый замечательный. Значит, что я хочу сейчас сделать, заряжать будем кулоном, 720 и выставляем вот на нем такие параметры. Основной заряд 14,4 вольта, ток выставим 8 ампер, батарея очень быстро, закончит основной заряд, время заряда 40 часов, ну давайте установим 60 часов. На всякий случай, хотя основной заряд у нас пролетит. До заряд 14,7 вольт, 14,7 вольт, 4 ампера, так и оставим мы. Но продолжительность установим также максимальную, максимальная 24 часа. И будем подключать наш зарядничек. Давайте подключим. Заряд пошел. Как я и предполагал, зарядный ток падает моментально. Так, что мы хотим добиться вот этим вот циклом? Значит, постараемся убить двух зайцев. Значит, произведем десульфатацию и в то же время батарейки будут балансироваться. Самая слабенькая батарея будет выступать в роли сопротивления при разряде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, прошу прощения. Нижнее напряжение-то я не установил. Так, отключаем. И устанавливаем нижнее напряжение на дозаряде. Так, заряд окончен. Нижнее. Так, дозаряд. Максимальная 14,7. Минимальное напряжение установим 13,5. Опять можно 13,4. Давайте 13,4, чтобы десульфатация была более глубокая. Все, подключаем. Этот процесс будет очень длительный. Так, вот основной заряд у нас опять пролетает. Как фанерам от Парижа. Очень длительный. Очень нудный. Ну что ж, наберемся терпения. И будем работать. Вторая часть нашего увлекательной, нашей увлекательной киноэпопеи. Я думаю, на этом будет закончена. И не забываем подписаться. Если вы хотите узнать, чем же эта коллаборация закончится. Ну и ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, что вы думаете по всему этому поводу. Всем пока. Пока. Продолжение следует...